Доброе утро! Вчера вечером один парень, молодой, партнер мой, хороший, толковый парень, задал мне вопрос. Он спросил меня, говорит, Олегович, я наблюдаю за вами, как вы выступаете, и вот у меня есть вопрос. Как вам удается находить в нужный момент нужные слова? Вы умеете подобрать такие слова, такие интонации, которые влияют на людей. Это что, навык профессиональный, который вы получили в предыдущей своей деятельности, или откуда это берется, в чем секрет? И я задумался, в чем же секрет? А секрет очевиден, прост. Вообще все просто. Вообще со временем я стал стремиться к тому, чтобы быть как можно проще, думать как можно проще, и искать самые простые решения. Потому что, ну это уже миллионы, не знаю, тысячи лет, умные люди пишут, что вся истина в простоте, собственно говоря. Так вот, и ответ-то прост. Я подумал, в чем дело? Почему одним удается воздействовать на людей? Почему одни выступают эффективно? Почему одни говорят и делают вещи, которые оказывают нужное влияние на людей, а у других шуму, гамму, красивостей, разнообразных терминов, наукообразных и прочих-прочих навороченных, как бы, слов, терминов, понятий много, а эффект не весьма. В чем дело? Один единственный секрет. Надо думать о выгоде человека, когда ты с ним разговариваешь. Когда ты разговариваешь с группой лиц, надо думать о выгоде этих людей, об их интересах, об удовлетворении их потребностей, о том, как ответить на их нужду, как сделать так, чтобы людям было понятно, что ты хочешь сделать для них нечто полезное, хорошее. Как донести до них информацию так, чтобы они усвоили совершенно очевидно, что вы беспокоитесь о их интересах, а не о себе. Вот если в основе вашего любого выступления лежит вот эта главная генеральная мысль, тогда находятся слова, тогда мозг работает в направлении нужном, совершенно нужном направлении. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить потребности этих людей. Найти эмоции, извлечь из себя какие-то новые понятия, примеры, появляются истории, вся твоя сущность, все твои жесты, вся твоя мимика, все невербальные действия оказывают влияние на человека, потому что он на подкорке осознает, что ты беспокоишься об его интересах. Короче, если ты делаешь человеку хорошо, если ты нацелен на это постоянно, если ты понимаешь смысл бизнеса, который состоит в том, что преуспеешь только если поможешь другим, если позаботишься другим, если удовлетворишь потребности людей товарами, услугами, поддержкой какой-то, тогда все. И если эта мысль у тебя засела генеральная в голове, и ты делаешь бизнес не для того, чтобы денег накосить, это само собой, это понятно, ради прибыли, но если ты работаешь для того, чтобы удовлетворять потребности людей, то ты естественно получаешь. Я понимаю, может быть, я рассказываю, это путано, но смысл такой, только в этом смысл. Найди дело, товары, услуги, которые нужны большому количеству людей, и дай их, эти товары и услуги людям с максимальной пользой для них, максимально дешево, если это возможно и нужно, если это им выгодно, качественно обслужи этих людей, донеси до них информацию об этих продуктах, товарах и услугах так, чтобы им было понятно, что это им надо. лепетки, то есть лепетки, Продолжение следует...